На европейской торговой сессии два главных соперника американского доллара стремительно идут к двухмесячным минимумам. В первую очередь стоит обратить внимание на популярный торговый инструмент на рынке Форекс – пару EURUSD. Евро сдал позиции после роста накануне. График EURUSD находится на отметке 1.1698. Политическая неопределенность, связанная с референдумом в Каталонии, остается одним из главных подавляющих факторов на евро. Ровно как и мягкая риторика ЕЦБ, чиновники Европейского центробанка непоколебимы в своем мнении, что мягкий курс денежно-кредитной политики положительно сказывается на экономике региона. Однако инвесторы предпочитают сегодня не обращать внимания на статданные, а Германия, в свою очередь, указала на стремительный рост объема производственных заказов в августе. Значение выросло на 3,6% после сокращения на 0,4%. И все как в круговороте событий, учитывая, что и Великобритания предоставила сильные данные, а фонд продолжает снижаться против своего западного конкурента. За год индекс цен на жилье вырос на 4%, что стало самым большим приростом за последние 7 месяцев. Но трейдерам не интересны эти события, в результате чего пара под названием «Кабель» торгуется вблизи уровня 1.3060. Инвесторы предпочитают ждать данные США, предполагая, что именно они укажут на дальнейшие действия ФРС. Эксперты пока сдержаны в прогнозах относительно изменения процентной ставки американского регулятора, но отмечают, что сегодня валютный рынок демонстрирует господство американского доллара. Вы смотрели новости на канале ИнстаФорекс ТВ. С вами была я, Екатерина Стихина. Мы желаем вам прибыльных торгов и увидимся через пару часов.